Здравствуйте, друзья! Новый год уже совсем скоро, и атмосфера праздника витает в воздухе. И сейчас я хочу предложить вам рассмотреть всю мою коллекцию звездочек, которые как нельзя лучше будут актуальны к этим праздникам. Все мастер-классы можно купить как в коллекциях, так и по отдельности. Стоимость мастер-классов по отдельности в среднем 350 рублей. Все ссылочки я вам оставлю под этим видео. А сейчас давайте рассмотрим все звездочки и поговорим про них. В самом начале хотела бы обговорить с вами геометрические звезды. Это те звездочки, которые плетутся с повторяющимся рисунком. То есть у нас на каждом лучике звездочки плетется один и тот же рисунок. А потом эти рисунки соединяются между собой, и у нас получается вот такая вот повторяющаяся звездочка. Это может быть совсем геометрический рисунок, как вот тут вот на звездочке Заира и Бразилии. Либо же это может быть вот такой вот рисунок на звездочке Роза. Он кажется совершенно не геометрическим, но тем не менее это так. Также есть звездочки с рисунком на всю звезду. Вот такие вот, к примеру. Тут у нас каждый элемент придется со своим отдельным рисунком, а потом они сшиваются воедино и получается вот такой красивый рисунок. Вот эта звездочка под названием Заира и вот это Бразилия. Также звездочка Роза, хочу вам ее показать поближе. Рисунок и с одной стороны, и с другой стороны абсолютно одинаковый на этих звездочках. Вот так симпатично они смотрятся. И это те звездочки, которые можно рекомендовать начинающим. Хотя, знаете, тут такой очень спорный вопрос, потому что, следуя моим рекомендациям в любом из мастер-классе, даже у начинающего мастера, который ни разу в жизни не держал в руках иголку, точно получится сотворить любую звездочку. Несмотря на то, это будет геометрическая звезда или звезда с рисунком на всю звездочку, у вас точно все получится. Но вот такие вот звездочки, которые геометрические, они немножко проще в работе. Давайте посмотрим другие звезды. Итак, звездочки с рисунком на всю звезду. Это прям моя любовь. Каждый раз, когда делаешь звездочку, у тебя есть какое-то такое маленькое переживание, а как она получится? Вот будет она вот такой вот, как нарисована на схеме или нет? Или она вот на схеме смотрится по одному, а звездочка будет выглядеть по-другому? В моем случае всегда готовый результат, смотрится намного красивее, чем то, что я видела на схеме. Возможно, это из-за подбора цветов, возможно, есть еще какие-то хитрости, но я их, наверное, и не знаю. Вот эти звездочки, Санта на Луне, Олень и, по-моему, вот эта звездочка. Это были звездочки из коллекции 2019 года. В эту коллекцию еще входили звездочки со снежинками. Все эти звездочки, которых у меня сейчас нет в наличии, я вам покажу в виде фотографий в конце видео. Так что досмотрите это видео до конца, и вы увидите всю полную коллекцию. Вот эти звездочки, они прям такие, ну, новогодние-новогодние. Вот я не представляю, как можно вот эти звездочки использовать там в качестве подвесок на сумочку или там в машину или еще каким-то другим образом в неновогоднее время. Есть звездочки, которые актуальны всегда, да. Это там звездочки с бабочками, с попугайчиками, фракталы и так дальше. А есть звездочки, которые вот, они предназначены именно для новогоднего времени, и вот в это время они больше всего актуальны. Вот эти вот звездочки у меня как раз ассоциируются именно с новогодними праздниками, с елкой, с подарками. Вот такие они какие-то для меня теплые. Вот эту звездочку я назвала Рождеством. Мне она напоминает, у меня, наверное, такие какие-то сказочные ассоциации по поводу этой звездочки. Я помню, как в детстве у нас все праздники, особенно Рождество, Новый год, мы встречали в деревне у бабушки. И вот эта звездочка мне прям как-то навевает воспоминания про это время. Это такое было очень теплое, очень такое светлое время, когда все собирались, вся семья, вся родня собиралась в одном доме, там пели калятки. И я не знаю, сейчас в России поют калятки или нет, или это только украинский такой, такая традиция украинская. Но вот это вот время, оно какое-то такое волшебное. И мы прям сильно-сильно верили, что именно в это время сбываются все желания, что в это время вот случается какое-то волшебство. Так что вот эти звездочки у меня ассоциируются именно с этим. Вот эти две звездочки, это коллекция прошлого года. Вот эта звездочка, она большая по размеру. Все звездочки в пределах 19 рядов. Вот эта звездочка, по-моему, 22 ряда. То есть она вроде бы там не так намного больше, на 3 ряда, но тем не менее это в размере видно. Вот так вот смотрится с одной стороны и с другой стороны, вот так вот с одной и с другой стороны. Вот эта звездочка со снеговиком, она такая какая-то, ну, больше, не знаю, детская, наверное. Ну, такая по-доброму детская, да. И вот эта звездочка с Сантой, это прям была моя любовь. Я когда увидела эту схему, я поняла, что я обязана просто ее сделать. Очень красивая звездочка, хорошо смотрится. Все звездочки, они в пределах, вот от лучика до лучика, где-то 9-9,5 сантиметра. Но я плету из японского бисера тоха 15 размера. Если вы плетете из другого бисера, из чешской десятки, то где-то на сантиметр она будет больше. Соответственно, если эта будет на сантиметр больше, вот эта где-то 10,5 сантиметров, то эта будет где-то на полторы сантиметра больше. Итак, дальше, звездочки, которые вне сезона. Звездочки, которые вне сезона, это моя коллекция в основном летних звезд. Сейчас я вам покажу, но тут не только летние звезды к этому относятся. Коллекция звездочек вне сезона, это вообще очень интересные звездочки. Вот, у меня их много. Много-много. Начну, наверное, с вот этой звездочки. Звездочка с волком, она самая такая спорная. Знаете, вот по поводу этой звездочки, да, когда я ее только выпустила, там кто-то писал, что вау, это лучшая звездочка, которую я видела, прям вот мне нужна именно одна, да. А кто-то писал, что, ну как, на звезде волка, ну это как-то, ну, несерьезно, что ли там. Он какой-то там агрессивный и так дальше. Мне он кажется достаточно милым. Ну, мне нравится. А напишите мне, пожалуйста, как вам по поводу именно этой звездочки. Волк вам нравится или это как-то, ну, слишком резко для звездочки, да, что ли. Это что касается этой звездочки с волком. Дальше, следующие звездочки, это, сейчас вам покажу, звездочки с бабочками. Бабочки, это вообще отдельная история, я их очень люблю. И вот эта звездочка с бабочкой была самой первой в моей коллекции звездочек с бабочками. Это была коллекция, по-моему, 2019 года. Она вот такая симпатичная. Я когда ее делала, мне прям она какая-то такая нарядная оказалась. Но я очень волновалась, ну, звездочка с бабочкой. Да, я думала до этого, что коллекции звездочек должны быть такие больше новогодние. Я же их все-таки выпускаю в новогоднее время. Но я прям, когда смотрела на эту схему, я понимала, что, ну, я не могу ее не снять. Вот она должна быть в этой коллекции. И когда вот эта звездочка вышла в коллекции, да, она настолько всем понравилась. То есть я прям была очень сильно удивлена, приятно удивлена тем, что она настолько прям полюбилась сразу. Дальше, следующие звездочки с бабочками. Это коллекция летние звезды. Вот такие вот две симпатичные звезды. Вот эта звездочка, она, смотрите, вот в основном звездочки у меня симметричные, да. Вот эта звездочка, она не симметричная, она как будто сидит на цветочке и немножечко, немножечко приподняла вот это крылышко. Поэтому она смотрится еще интереснее. Вот эти звездочки, они тоже на 23 ряда, поэтому они немножко побольше размером. Так что будьте к этому готовы. Вот так с одной стороны и с другой стороны они, что с одной стороны, что с другой стороны, идентичны. Мне нравится, когда звездочка из одной и с другой стороны одинаковая. Хотя некоторые пишут о том, что можно все-таки, даже не то, что можно, то, что можно, я знаю, что интереснее было бы, если бы звездочка была с одной стороны, там, с одной бабочкой, например, а с другой стороны с другой бабочкой. Напишите, интересно ли такое вообще. Если интересно, то в следующий раз попытаюсь снять и такое. Дальше еще одна бабочка. Это уже из нашего марафона, который сейчас идет. Вот, это коллекция 2021 года. Вот такая вот бабочка на цветке. Я снимаю сейчас при искусственном освещении, поэтому немножко искажается цвет, да. На самом деле она еще ярче, еще красивее. И вот такая вот звездочка с калибри. Ну, сейчас оцените размер. Вот это вот стандартная звездочка. Стандартная звездочка у меня на 20 ряда, в 19, 20 соединительный. А вот эти звездочки, которые побольше, это 23 ряда, 24 соединительный. Вот так вот, насколько она выглядит больше. Хотя, это визуально они так смотрятся, да, когда ты их берешь в руку. Ну, видно, что она немножко больше, но не настолько кардинально, как сейчас это видно на камере. Вот такая вот звездочка, яркая с калибри. Прям такие цветы яркие получились. Но очень красивая звездочка. И еще хочу вам показать звездочку с пандой. Это звездочка из коллекции летних звезд. Итак, звездочка с малышом пандой. Вот такая она миленькая. Она очень красиво смотрится вживую. Сейчас я вижу на камере, она не передает настолько красиво рисунок. Но если смотреть немножечко издалека, да, и вживую, то она смотрится намного-намного красивее. Хотя и так она выглядит достаточно симпатично. И еще две звездочки. Вот эта звездочка, это тоже из летней коллекции. Звездочка день-ночь. Очень симпатичная. Она такая, знаете, какая-то мистическая даже, я бы сказала. Потому что такое вот соединение луна-солнце. Она такая, ну, красивая, правда. Она так вот завораживает. И можно на нее смотреть, смотреть. Она прям... Ну вот, если вы любите звезды, то я считаю, что вот эта звезда прям обязательно должна быть в вашей коллекции. И последняя звездочка, которую я сейчас вам покажу. Это звездочка из коллекции 2021 года. Это звездочка с парой попугаев. Очень красивая звезда, но она достаточно сложная в выполнении. Почему сложная? Потому что тут используется 9 оттенков зеленого бисера. Сразу нужно быть к этому готовым. И тут очень важно нигде не ошибиться в наборе ни одной бисеринги. Потому что если где-то что-то вставится, какая-то другая бисеринга, то не сойдется так красиво рисунок. А нам же нужно, чтобы рисунок был прям идеален. Вот такая красота. Но если у вас есть все оттенки зеленого бисера, конечно же, они могут быть не 100% такие же, как у меня. Они могут быть абсолютно любыми. Можете посмотреть в наших сообществах, в социальных сетях. Там девочки делали эту же звездочку немножко с другим цветом бисера. И тоже смотрится очень-очень красиво. Так что, друзья мои, вот те звездочки, которые я вам хотела показать сегодня. Эта звезда, она прям, ну вот, ну это, это прям произведение искусства, что я могу сказать. Это прям и рисунок такой красивый, лотос. Ну, она одна из моих любимых. Хотя, знаете, вот как у меня бывает. У меня каждая следующая звездочка или каждая следующая работа всегда любимая, да. До того момента, пока я не сделаю еще одну. После того, как я делаю еще одну, соответственно, та, которую я сделала последней, становится любимой. Не знаю, это только у меня так или это у всех так. Но сейчас вот эта последняя звездочка, которую я сделала, сейчас как раз работаю еще над одной шикарной звездочкой. Это заснеженный домик. Она будет вообще просто шикарной. Я вам ее в сторисах покажу. Так что не забывайте смотреть сторис в инстаграме и сторис на канале. Сверху в кружочке нажимайте и будете смотреть мои такие временные прямые включения. Я там показываю свои какие-то рабочие процессы. Будете в курсе того, что я творю. А еще, что касается новогодних мастер-классов, то у меня есть вот такой мастер-класс по фонарику, конфетке. Кто как хочет его называет. Он очень интересный. Сама форма красивая. И вот этот фонарик, он поменьше, чем звездочки. Вот сейчас вам покажу для сравнения. Вот звездочка, вот фонарик. Но он настолько интересный своей формой, своим изображением, что мне было очень интересно попробовать сделать такую работу. Если вам она нравится, тоже ссылочка есть под этим видео. В принципе, все ссылки я вам оставляю под этим видео. Ну и последняя маленькая звездочка, вот такая вот. Эта звездочка есть в другом цвете, немножко на канале. Она есть поменьше. Но вот эти звездочки с такими вот простыми рисунками, то есть что значит простыми рисунками? Тут вообще толком нет никакого рисунка, только соединительный ряд. Он отличается по цвету от всего основного элемента. Вот такую еще звездочку сделала. Но это так, просто показываю вам. Мастер-класса конкретно по этой звездочке нет. Кроме того, что у меня есть платные мастер-классы, которые я вам сейчас показала звездочке. Есть много бесплатных мастер-классов-звездочек, которые вы можете найти на канале. Ссылочки и на платные, и на бесплатные мастер-классы я вам оставлю в описании под этим видео. Так что опускайте глазки и смотрите. На этом буду с вами прощаться. Показала вам все звездочки, которые я хотела показать, которые у меня были в наличии. Надеюсь, что этот обзор вам понравился. Напишите мне что-то хорошее в комментариях. Буду очень рада слышать от вас обратную связь. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!